Ликвид, смогут ли NAP после такого оверпасса вернуться, потому что они вели, у них было огромное преимущество, но все-таки они допустили камбэк своих соперников и Ликвид все-таки вышли на счет 1-0. Слушай, ну мы же выделяем, что команда преобразовалась с Деннисом, значит у Денниса должны быть какие-то нашифры, я не знаю, нашифровочки, комбины. Так, ну сейчас Ликвид у нас играет Б-дом, контакты, они в пятером там сидят, и в принципе, учитывая то, что Деннис поджал яму, Дрейкин в окне, то есть в общем-то хеллба будет довольно быстрая на Б-плэн, здесь Рес играет в шарте, пытается заблочить смок, у него это не получилось, отличная раскидка от Ликвид, они начинают заходить, Рес слепой, и у него работенка. Ну, есть первый минус, но Твист его тут же забирает, Дрейкин за плэнтом, есть еще и два хатшота от него, Форест вместе с ним поддерживает, еще и огнем против Нитро, последний остается стил, по нему есть информация, он попытается выйти, нет, Форест его закрывает, это 1-0 пользу команды NIP, и только в итоге одного Реса потеряли. Ну, красиво вышли, Ликвид, красиво, конечно же, для команды NIP, ну и Дрейкин вот за плэнтом, отличная работа от него, молодец, уже себе наформил на М-очку, тяжелый армор, смок, флешка, ну, закуп рабочий у NIP, понятно, но Ликвид бомбу не поставили, как мы помним, и делают эко, деглы, но нет арморов, кстати, Ликвид довольно часто, когда делают экономический раунд, то есть они полноценно форсят очень редко, исключительно редко, такая довольно, ой, грамотно действующая команда, Дрейкин, перестрелка в окне в начале раунда, заканчивается тем, что NAF падает. Ну, ожидал врыва от соперника более близко, может быть, наделся на хэдшот с дегла, но тут летят только вот уже по Тесту и Лижу, смертельные пули, Нитро, забирает только Форест, а Деннис тут же разменивается на стиле, и последний остается как раз-таки Ник Канелла, Дрейкин вот тут же ликвидирует этот третий минус для дракона, 2-0, пока что Ликвид ничего не могут поделать, но это начало карты, Демираж, мы-то знаем, что они здесь как рыбы в воде. Ну, посмотрим, будут выходить уже со счета 0-3 фактически, ну, если сейчас, конечно же, NAF не допустит каких-то тотальных ошибок. Что можно отметить в прошлом раунде? Сразу то, что NAF довольно агрессивно действовали, Форест поджимал Б-дом, Медле там также играл довольно агрессивно, Сэмочка не помню, кто это был, Дрейкин, по-моему, неважно. Суть в том, что, в общем-то, я думаю, что NAP так или иначе будут... Ой, могут быть проблемы, Хаешка полетела, но эффективности не так много, NAF делает фраг по Резу, Дрейкин тут же фраг по Твисту, ну и Деннис тоже уже красный. Ой, какая Хаешка сейчас залетит! Отлетает все-таки Стил Форест, добирает Алижа, тут не блажанцев у NAF, а бедный Нитро вновь сам тут пытается Гитрайт его загонять, но Нитро тоже хочет еще какие-то хатшоты здесь поставить, он их ставит, но дело в том, что не убивает, это прискорбно. Абонент тут полностью под контролем держит бомбу, Нитро будет все еще выпад на Гитрича, нет, нет, еще раз нет, но это не Гитрич, это как раз-таки Дрейкин, подходящий убивает последнего. Первый девайсный раут на ваших экранах. Ну, получили по шапке здесь NAF, но в целом остались живы, это главное. Так, закуп это Liquid, авик в атаке, я понимаю, не будет, но я бы вообще на месте Liquid, учитывая, ну, понимая то, что есть определенная проблема с авиком, как в защите, так и в атаке, я бы чаще все-таки за атаку использовал сетап в 5 калашей. Это всегда где-то плюс мобильность, может быть, даже какие-то зоны не нужно закрывать, и можно играть чуть пластичнее. И традиция, выходить в первом девайсе нам с раскидкой на точку А. Даже учитывая то, что вы проиграли пистолетный, даже вот если даже они вот выигрывали ее, то в любом случае можно выходить, да, тут только Гитрич, он флешку бросает, довольно-таки неплохой, можно ворваться против места, у него это получается, отвис тут же. Адлитетный стил, хэдшот против Гитрайта, 4 в 4 ситуация, нужно сейчас перетягиваться, команда NIP, Деннис на коннекторе, тут вместе с ним еще один боец будет, Деннис, неужели будет врываться дальше Алиш, получает смок от Реза? Ну, Алиш тут тоже так, в принципе, провоцировал на этот прострел от снайпера, ну и в итоге, вот Дрейкен заходит в спину, это очень важно, наф, перестрелка против Дракона, была проиграна, как же он воткнул ему прямо в упор, этот Диггл и 2 в 4 ситуация. Вот он смог еще на ковры, НИТРО, каковры против Данниса Реза, ситуация 2 в 2, тоже НИТРО на все стороны, под Рейкеном, была информация, 19 хп, он не пойдет дальше, потому что нужно сейвить АК-47, это первый раз для атаки, НИТРО! Ну, тут нужно все-таки ему быть, наверное, стрелком, а не снайпером, когда смотришь в такие моменты, особенно. Чувак, просто человек на пятаке, знаешь, вот на 180, на 360, крутится в разные стороны и делает три минуса. Вообще, так как он убил чела на тикетбоксе, это было жестко. Это было жестко и это было агрессивно от команды NIP, потому что имели преимущество, могли играть на размене, но нет, мы сейчас будем выходить вот в одну линию против соперника, есть эту флешку, а потом отлетать. 8-0-0 от NIP, но все-таки от Дрейкена, хотел сказать, все-таки он пока что не погибал в этом Мираже, будет раскидка от НИТРО, смок, еще там будет поддержка от тиммейта, Денис уже готов встречать противников в окне, получает от себя уже дымовую завесу, но может еще пошить, но потом уже нужно будет отходить, боится Калаша, Алиш уже видел свою команду вперед через ЗИГ. Слушай, ну это похоже на просто пуш-ЗИГа, или же находит фраг в коннекторе, Рез пытается сделать рефраг, у него получается снять пиароги, Трай также доходит минус по стилу. И здесь вот Форест вроде как подтягивался в ЗИГ, но решили ребята отказаться от близких позиций на парапете, Трис на в коннекторе, уже тут, кстати, будет флешка и выпад, нет, все-таки дальше не пошел от защиты, разобрались только что по плентам, 4 бойца команды NIP, пока что большинство нивелировано, нам забирает Гитрайт, Рез, как же так там было, Бомба, Илиш пошел слишком далеко, Драйкин получает под себя молотов на дефолте, против него действует NAF, нет, не действует, Твиста стоит за последний, и в принципе по нему не было здесь информации, он может еще забрать Драйкина. Что за прыжок? Что за прыжок? Это называется прыжок на скролл. Уволен. А есть ли у него бинты на гранаты, еще можно спросить. Я что обратил внимание, что NIP подстраиваются в дефенсе, они постоянно ожидают B, они знают в целом, как играет команда Liquid, и то, что происходило сейчас в медле, опять же от Реза и в целом от NIP, это говорило о том, что NIP знают расположение, не то, что расположение, не знают направление, не знают, как будут действовать Liquid. То есть собрана информация, как минимум, потому что я смотрю, что NIP постоянно что-то предлагает. Кстати, матч, о котором я вспоминал, Астралис против Liquid, там Астралис закрыли в первую очередь своих оппонентов прежде всего в защите, со счетом 11-4. И что было примечательно, мы искали позицию Мэджикс-боя с Блэйдом, это было на аналитике, и нам было интересно, куда Мэджиска поставят Астралис. И за 6 раундов у Астралис мы видели в дефенсе 4 сетапа разных, и здесь вот NIP начинают защиту тем, что они показывают, что они в обороне готовы полностью к игре, которую предложат им Liquid. Вот смотри, сейчас, опять же, новый сетап, один окно 3А, 1Б, то есть не было этого сетапа NIP предыдущих раундов. Да, здесь может сработать, тут полностью читает своих выходов. Они пока что не совершают, но дело в том, что атака-то тоже не может выйти, они закрыты хорошей откидкой гранат. Форест слишком агрессивно, наверное, действует, нельзя ему погибать, учитывая то, что на точке пока что никого нет. Он вообще один, кстати, напорник Бэп Лента играет в лифте, и сейчас просто команда NIP полностью читает своих оппонентов. Визитная флешка от Фореста, там все слепые, но Рез забирает уже нитро 5 на 4, при этом не было размина от атаки. Форест на зиге будет дальше выходить вместе с Резом, у них перекрестный огонь. Форест, есть минус против Нафета, было на стуле, я так понимаю, лишь вместе со стилом. Здесь остается последний, правда, Бразилийс, но это легкий раунд для команды NIP, только одного Реза потеряли, 4 раунда преимущество заработали. Рез уже за фрагом бежал откровенно и получил, справедливо, плюху. Так, ну там у одного 3200, у одного 2700 в атаке у команды Ликвид, и возможно это даже Эко, либо какой-то Форс с раскидочкой Аплентаса с маками, ну посмотрим, что сейчас будут предлагать Ликвид. Да, это Эко, легкая Эко с дымами. Сначала мне казалось, что это будет раскидка точки А, и это, кстати, похоже на правду. Гитрайт, кстати, поджимает точку Б, соответственно, есть информация у команды NIP о том, что соперник, наверное, намеревается выйти на совсем другую позицию. Тут уже готовится раскидка, 3 смака, ну, жаль, нет молотова, чтобы потом еще отрезать, например, скамейку, через которую очень любят выходить игроки защиты. Дрекен, молниеносный минус против Твиста, 5 на 4, при этом еще можно убивать стил уже. Следующий раунд отправляется, ликвидация Дрекена будет или нет. Как-то не получается, очень сильно проседает он. Просредил Типа! Да, это дефолтный простел, но с другой стороны не так часто залетает все-таки. На месте с Алисом тут Форест не разбирается с одним из них, но Дрекен дальше минус 4, неужели это Эйс? Нужно ему отдать соперника Теннис! Нет, не будет Эйса, но все-таки классный квадрокилл от Дракона. Ну, хорошо оборонялся здесь снайпер команды NAP. Ну, все-таки бомбу дали поставить. Так, ликвид 6-1. Пока все не так плохо. Ну, нельзя сказать, что там провал полный. Нет. Можно будет сказать, что полный провал раундов через 5. Если команда Team Liquid не поднимет голову, то тут, в общем-то, NAP в дефенсе могут набрать много. И я тебе скажу так, что они еще особо не играли агрессивно. Вот один раунд, только там был выпад с Эмкой в миддл, и то это был экономический раунд от Liquid. Пластичная АВП команда NAP уже показалась в коврах. Точки А. Форест откидывает вместе с Резом. Боятся ребята, что там будет очень быстро пушить соперников на Б. Но нет, 3 спускается уже в метро. Тут тройка, выход на миддл от Liquid под смог. Уже, в принципе, его нет. Можно занять позицию под коннектором, а также выпустить по флешку Стилла, например, тут. Готов уже врываться, смог на ЗИК. И у Стилла будет позиция против выхода в ладыру. Но там уже, в принципе, Денис успел пройти. Да, но Денис играет в лифте, Форест в шарте. И, собственно, в Б-доме играет Рез. То есть тут, по большому счету, можно сказать, что это укрепление Б плюс миддл небольшое. Но с точки зрения коннектора никто не играет агрессивно у NIP. Там только внутри плента Дрейкин с АВП и поджал ковры Гитрайт. А вот он выпад от Элижа в шорт. Здесь Денис очень важным был звеном в обороне NIP. Ну, все еще неплохо смотрится данный раунд для команды, которая играет в защите. Дрейкин просматривает коннектор. Гитрайт, если что, будет выходить в спину. Здесь бомба-то выходит. Гитрайт, ой, это смерть Дрейкина. Наф его ловит на сигарете. Гитрайту нужно уже, наверное, двигаться. Но он пропускает яму. Тут уже на полную катушку выход команды Ликвид на точку. А будет поставлена очень скоро бомба. Элиж, правда, отлетает от Фореста. Слишком агрессивно играл только что Джонатан. Ну, и Наф уже, в принципе, ожидает выхода от Гитрайта. Но, с другой стороны, если Наф здесь погибает, то это уже будет плюс для команды NIP. И будет возможность для ретейка. Ну, Наф в тайминге прекрасно понимает, что здесь происходит. И он встал на хорошую позицию. Будет в первую очередь видно тень. Ну, там даже, в принципе, тени не было. Там тень была большая. Вернее, под ним чуть-чуть. Он здесь неплохо сыграл Гитрайт. Он, в принципе, побежал перед флешкой. Ожидал то, что соперник будет отворачиваться. Но нет. Там позиция очень сложная. Там, когда выходишь против этой позиции, там есть, знаешь, вот несколько даже опций. У Нафа было, даже если бы он не убил. Тут примечательно другое, наверное, то, что команда Liquid все-таки взяла второй раунд. И, можно сказать, включилась в борьбу. Но, опять же, для того, чтобы включиться, мы должны сколько взять? 2-3. Чтобы это было более-менее... Уронить экономику противника. Обворовать. Дрэкен. Первая смерть только что была. 15-1 у него статистика. Жестко. Прошли его только что игроки атаки. Ну, был вне позиции абсолютно. Поймали возле сигареты. В принципе, он очень поздно включился с зумом. И яму пропустил. Но уже будет готов в этом раунде убивать оппонента. Врез вместе с ним, с точки зрения снайперских винтовок. Тут на старте уже смог. Через выводе тушит Форест. И это манта против Снила залетает и лишним временем спиной. Просто был к своему противнику. Ну и размена не будет. Тут атаки как минимум вот еще с десяток секунд. Форест дальше будет идти против Лижа. И все-таки тот попадает в голову ему. Вот интересно. Дрейкин теперь пойдет делать рефраг. Выпад от Энафа. С Ковров не залетело. Деннис его перестрелял с тикетбокса. Ликвид выходит в более позднем тайминге в мидл. Они сейчас пока в меньшинстве. Нитро с авиком. Дальше что? Проблема команды Ликвид в том, что они находятся в троем в одной позиции. Они не могут широко атаковать. Здесь либо надо в троем заходить куда-то в коннектор, либо на шорт. То есть времени не так много. Их уже поджали. Они сейчас должны понимать, что они читаются. Кстати, решение от Нитро неплохое. Посмотреть выход на террорский респаун на Гитрайт. Ловит тайминг. Он будет заходить в спину. Но тем временем сплит. Атака на точку Б. Там ноль-таки активная позиция от Реза. Он просматривает как выход через кухню, так и Зиг. Но по таймингу тоже откидывает смуг. Дальше будет работать через Плэнт. Убивает уже Твиста. Попадает вроде как по Элижу. 29 хп у него остается. Рез! Минус голова Нитро. И дальше остается только Элиж, о котором уже есть информация. Так что Элиж не пройдет дальше. Хотя Дрейкена он забирает, но Рез его щелкает. Третий минус для него. Хорош. Вот он второй снайпер команды НИП, который держит Б-Плэнт. И уверенно отыграл против этого сплит-выхода оставшихся игроков команды Ликвид. Два через Шорт, один через Б-Дом. Ну и Ликвид наверняка испытывает проблемы с экономикой. Мы видим, что закуп есть в любом случае. Но вероятно это последний закуп. Было бы, наверное, неплохо раскидать точку А. А еще раз вы как-то выйти через Смакина. Все-таки есть информация о том, что две снайперских винтовки играют сейчас против них. Побороться. Я не понимаю, почему. Вы же знаете, что два Авика. Авикам будет тяжело в ретейнге. Почему бы не попробовать? Да, но это вы, кстати, довольно-таки активный. Посмотри, Рез не пропускает на фаназик. Размена не будет от стила. Рез как же действует? Он сейчас уверенно. Ой, промах. И Лиш его тут же забирает. Но тут Форест готов его разменивать. Форест. Прей тут не залетает. И Лиш его убивает. Ситуация это неплохая для команды Ликвит. 3 в 3. Это выход. И Лиш еще одна голова. Дэннис против него работает. Ситуация 2-2 уже на Дэннис. Какой спрей? Дрейкен вместе с ним убивает. Твиста, который попытался выйти на размен за плентом. Это 8-2. Шведы выигрывают первую половину этой встречи. Здесь в Мираже. Примечательный момент, что на ИП, на этой хелпе, на этой перетяжке, в маркете застали позиции Ликвит, которые должны проходить в плент. Они делают минус. И вроде хорошо все 3 в 3, но они не могут пройти, потому что нужно стреляться. Тут нет варианта. Ты не можешь там отморозиться просто. И один, второй, они ввязываются в эту перестрелку. И Дэннис с Дрейкеном в итоге красиво. Красиво выходят из этого положения. Ну им просто дали шанс поспрейить, посидеть через окно. Так и получилось. Но нет решения против двух авиков, Ликвит. Да. Ну вот он, авик. Уже работает на тикетбоксе. Билет в следующий раунд уже куплен на фул. Стил отправляется след одним Дрейкеном. Ну все то же самое. То есть прыжок на тикетбокс, убийство. Дальше работа через эту позицию. Только одного только что потеряли. Эйнайпи, 9-2. Ликвит, нужно просыпаться. И я все-таки жду от них решения на точку А. Просто знаешь, когда ничего не получается, точка А со смоками, это такой момент, когда ты в любом случае можешь поставить бомбу, попробовать как-то на какую-то позицию отыграть, где-то ворваться. Это значит, это всегда рабочая комбина, мне кажется, вот с точки зрения борьбы. Ты можешь в салат проигрывать, но ты все равно, откинув три дыма, ты можешь зайти на плент и ввязаться в какую-то перестрелку, сыграть какой-то размен. Хотя бы как-то вместе, да, вот. И нужно закрывать зоны. Зон у защиты очень много. Рест. Две снайперские винтовки сейчас у команды. Эйнайпи орудуют на мидле, ребята, посмотрите на это. Есть первое убийство против Митро. Гитрайт в сэндвиче. Возможно, не прочекают сейчас его игроки атаки. Тут есть молотов за сигарету, никто не чекает стил. Без шансов отлетает. Он думал, что соперник в темке, но нет. Митро тоже отлетает. Это минус бомба. Она под ногами у Кристофера. Алисунда. Твист. Остается вместе с Нафом. 2-4. Есть первый минус против Денниса, но как дальше действовать? Ну вот с Макки, видишь, и два люркера, которые шли через интерпасс, пока не сыграли. Но сыграл Твист. Он сделал один минус. Гитрайт. Здесь квадрокилл от него. Кристофер. Красавчик. Его ждали, конечно, его минусы. Вот эти выходы от соперника. Но стил, видишь, не ожидал, что в сэндвиче будет оппонент. Можно сказать буквально, Кристофер на коне. Да. Восседает. Едет дальше, может быть, даже на третью карту. Потому что все к тому идет, но такой вот наплыв. Опять же, NIP не сидят на местах. Они выступают первым номером, пушат постоянно, зарабатывают первый килл. А ВП где-то выйдет. Не постоянно, Саша. Не постоянно пушат. Не постоянно. То есть у них есть всегда зона, которую они открывают. И почему-то там Liquid не могут сыграть вместе. Вот самое главное — размен для атаки. Ну, довольно мобильно действует в целом. Интересно. Я же говорил, опять же, были сетапы, мы видели. Пауза сейчас от Liquid. Два фрага всего у стила. Четыре. Ну, опять же, да, наверное, игра не про фраги. Здесь вот команда Liquid в первую очередь нет. Не то, чтобы характера. Идеи, наверное, даже пока нет. Ну, что мы видели? Мы видели попытку сплит-пуша B-plant A. Помнишь, когда я лишь в зиг пушит? Ну, это да. Вот это мы видели. Видели раскидку A. Притом две разные раскидки A я наблюдал. И вот видел раскидку на B в пистолетном классную. Вот реально классную. А не было, в середине игры не было раундов на B. Вот она вновь агрессия, Алексей. То, о чем мы с тобой только что говорили. Будет ли флешка для Денниса? А зачем, в принципе, тут нужно принимать? Я думаю, что NAP считает своих противников с точки зрения экономики. Там только пистолеты, есть арморы без раскидок. Пока что атака. Это пока выйти. Поздний... Ну, тут нет. Вообще, Деннис закрывает и нитро из тела. Поздний тайминг не сработал. NAV тем временем пытался вычислять оппонента под точкой B, учитывая то, что у него диггл это хорошая позиция. Но на B у нас очень пассивный рез с АВП. Проверил еще раз мидл. И, наверное, попытка выйти против Гет Райта. Она неплохая. И лишь его забирает. Можно даже поставить бомбу, но нет. Дрекен тут, как тут на размене. Твист красиво. Снял Дрекен, насловил пиксел. Оп! И тут, кстати, могло тоже залететь. Шальная. Форест делает фраг. 11-2. Ну, не знаю, не знаю. Все уже очень плохо для Ликвид. Но сегодня это, наверное, самая быстрая карта пока. Ну, или сторона, если хотите быть более точным. Вот. Действительно, у нас пока не было таких сторон, чтобы вот так вот укатывала защита своих соперников. И не было клачей, Алексей. Не было вот острых ситуаций. Один на один тут Дрекен много подрезал. Там был очень интересный момент. Ритейк, помнишь, о котором я говорил, когда Деннис и Дрекен с маркета делали фраги. То есть вот такой острый момент. Но опять же там не дошло... Дело не дошло до установки. Так, ну и вот, по-моему, Пуш-Б. И есть ощущение, что на ИП пока не готовы. Форест на машине. Он первый принимает. Только одного. Отвист на размене. Рэс первый выходит из маркета. Также Деннис, который заходит в спину. Рэс уже со снайперской обвинтовкой за. Флэнтом забирает Ирижа. Забирает монстра. Но монстр его забирает. Стил тут же в ответ. Деннис все-таки зашел против Нафа. И это не очень приятно для команды Ликвид. Но Стил убирает Гетрайт в окне. Деннис простил 32 хп Дрекен. Уже в следующем раунде. И тут ситуация щекотливая. Потому что Деннис очень красный. При этом по нему была информация. Стил тут же его убивает. Третий раунд для Ликвид. И вот он выход на точку Б. Здесь, видишь, Форесту было в принципе тяжело. Он-то хорошо стреляет. Но 20-патронная МК здесь против выхода 5 Б. Понимаешь, Форест это игрок, который никогда не будет топить. Он всегда будет наводиться и четко стрелять. То есть тут, знаешь, он мог вот так вот такими короткими очередями поставить 3 хэдшота. Либо 1. И это уже как бы в текущей ситуации неплохо. Неплохо, потому что там играется быстрый саппорт. То есть в принципе и есть инфа. То есть ты погибаешь. И размена это не самый плохой вариант. Но не смог справиться. Рест притом ворвался. Очень неплохо сделал фраг в ответ. 2 хэшки в бэддом. И Дрейкин поджимает ковры и забирает нафа. Уже однажды он был в этой точке. Сейчас она для него окупается в 15-м раунде. При этом твист тоже просел. В 2 снайперские винтовки пытались Ликвид действовать агрессивно. Так что ни с чем остается на центральной позиции. В принципе, ты знаешь, Алексей. Можно после минуса от Дрейкина оставить мидл. И поработать в глубине винтов. Чем, собственно, и занимаются ребята из НИП. Как тебе история с двумя авиками в атаке? Ну, тут был расчет, что твист убьет точку Б. У него был респ. Он побежал на ковры. Там попытался убить машину. Нет, не получилось. В итоге сейчас очень сложно отыгрывать дальше. Потому что плана Б не существует с двумя АВП в атаке. Не видно, да. Не видно сейчас идея у Ликвид. Что они придумают. Тут на ЗИК. Но это неплохо, кстати, в текущей ситуации. Надо было бы послать кого-то в Б-дом в команде Ликвид. И три игрока... Ну, три, да? А, все-таки есть, да. Пошел чел через телевизор. Это будет небольшой сплит. Бомба через шор двигается в сторону Б-планта. Там Форест играет на позиции Форест. Да. Как бы это странно ни звучало. Сигнатурная позиция для Патрика Линберга. Пока что не показывает себя. Он будет действовать только после флешки, наверное. Дабыла флеша от Реза. Прочекал Форест. Но дело в том, что там под стенкой проходят ребята из команды Ликвид. Есть первый минус против Реза. Форесту нужно спасать свою команду здесь и сейчас. Он убивает от того соперника. Начинает гореть. 10 хп. Все-таки стил его забирает. Три в три ситуации. Предотвест очень сильно просел. Стил вместе с ним. Стил! Летает от Деннисон. Все-таки Нитро. Убирает противника с пути. Два в два ситуации. Все-таки Дрэйкин пропускает твиста. Но 14 хп. Утвиста здесь. Две снайперские винтовки. Одна из них уже пала. Дрэйкин убивает Нитро. И твист здесь сам. Нитро, такой тип. Ты знаешь, что тебя фокусит с маркета. Как так погибать безидейно? Ну что за... Оу! Мимо от твиста. И тут мимо. Но это уже ГГГ Гудхалф. Конечно же. 12-3 для НИП. Это было очень интересно. Это было очень активно. Спасибо, в первую очередь, наверное, команде НИП за этот надрыв. За то, что они постоянно бежали на соперника. Ну, ты сказал, не постоянно пушили. В принципе, я с тобой согласен. Но, с другой стороны, они выступали первым номером. Постоянно диктовали условия. То есть у нас есть Дрэйкин, который удивляет оппонента. Он был и на мидле. Но только на точке бэнда. И андерпасса не поджимали. Но не сразу. Не сразу. То есть потом уже на перетяжке играл. То есть мне очень нравится, как, в принципе, Рэс вместе с Дрэйкином еще в одном из раундов вышли на мидл. То есть один контролит андер, второй уже на топе. То есть пытается убить выход на старт. И, в принципе, у них тот раунд очень даже неплохо получился. Вот. Хорошая игра все равно. Но, ты знаешь, вот отличная игра на оверпассе. И тут было видно, что команда Ликвид пытается найти решение. Но в какой-то момент то ли они потеряли вообще нить игры и забыли просто про то, что у них есть хорошие раскиды. Даже бэплэнта на девайсах. Вы не сделали ни разу. Вот когда можно... Вообще, смотрите, на всех картах всегда за атаку, когда ты, если ты не знаешь, что делать, иди на бэ. То есть вот просто иди на бэ. Почему? Потому что ты можешь сыграть на размен, поставить бомбу и удержать бомбу на бэ легче. Ну, чаще. В большинстве случаев. Там, вы можете, конечно же, выбрать план А. Ну, точку А, если вам так удобнее. Но не суть важна. Б просто это именно... Знаешь, вот позиция, которая часто держится в одного опорника. Там, да, один хелпующий. То есть на многих картах. Ну, там оверпасс, например, да. Там больше сетапы с укреплением бэплэнта. Ну, вот на Мираже это точно работает. На Кэше это тоже работает. На Инферно это работает. Мне кажется, что Ликвид могут задуматься о том, что они не полный арсенал тактик только что показали. Да, да, да. То есть даже вот эта раскидка на арки на бэ. То есть смоки, выход. Так она красивая. Она красивая и эффективная. Зачастую работает. Вы занимаете точку, потом просто работаете против двух снайперских финтовок. Мы с тобой вот выделили, в принципе, одна фраза была очень грамотная. То, что не было решения против двух АВП. Не было. Были все-таки свои какие-то раунды. Давайте раскидаем, там через мидл выйдем. Кстати, по экономике часто тоже были проблемы, потому что до плента не доходили, например, не ставили бомбу. Сколько там диффузов было от NIP? Вы, смотри, вы идете на... Вы знаете, что чел стоит с авиком на тикетбоксе. Сделайте раскидку в два смока. Дайте два смока на джангл и на голову. И выйдите просто моликами, закидайте этот тикетбокс. Там же... Там это делается реально все очень просто. Ну, то есть, не было... Вот действительно не было именно, знаешь, идей. То есть, вот... И при этом тебе тяжело как бы судить, потому что не то чтобы судить, ты понимаешь, что команда Liquid играет Mirage хорошо, что пул тактик есть. И это, ну, это есть. Такое чувство, что они подошли к статистике, вот посмотрели, сколько раз NIP играли Mirage последние годы. Такие, там хватит дефолта. Ну, тут, да, ребята, вот сколько там? Второй, третий раз? Ну, мы сейчас просто по дефолтику раскатаем, там расстреляем. Ну, дело в том, что это одна из самых сильных карт команды Liquid, и они были не готовы, наверное, к таким NIP. А NIP весь турнир так играют. Они постоянно там где-то пытаются находить фраги. Тут стоит все-таки к ним более уделить внимание. Ну, очень бодро, очень бодро выглядели NIP. Вот прям приятно, знаешь. Ты смотришь Mirage, и ты видишь, что, как бы, да, чуваки клево играют, если не клево двигаются. Постоянно есть какие-то комбины, и тут уже Гетрич делает квадрокилл, знаешь, которого в последнее время довольно много критикуют, и есть за что. Были обескуражены лиги. Да. Вот они играли обескураженно. По-другому это не назовешь, потому что вот действительно они... Такое чувство, что видели уже себя победителями. 2-0. Наша сильная их шаря карта. Нет, тут, в принципе, ребят, но игра все-таки плей-офф, тут одна какая-то ошибка, и все, ты уже распрощался. Это, как ты знаешь, стью и такие, которые пушат банан. Ситуация 5 на 4. Да. Это вообще ужас. Ну, на самом деле, ситуация, которая ломает игру. Она ломает игру, и она ее сломала. На самом деле, это был матч-поинт. Да. Так, ну что, NIP готовит раскидку на А. Это смог на джангл, я так понимаю, полетел. 4 ковры. Вот такой вот нестандартный раунд. Да, тут твист все-таки принимает. Уже вместе с Нафом и Алижем этих соперников. Уже 3 минуса. Только одного Дрэкинсом забирает форес. Остается последним на разрыв. Команда Ликвид. Казалось бы, да, вот ближние позиции. Тут 1-2 промаха. У вас блоки просто сметают без шансов. У этих промахов не было. Да. Очень крутая стрельба в пистолетном раунде от Ликвид. Ну что, я думаю, раунда через... 4-5 можно поговорить о камбэке. Но если вы желаете, конечно же, отправляйте смс-ку на короткий номер 3-2-2 и заказывайте камбэк в прямом эфире. Пароль да как? Пароль да как, да. Форс Байл от команды NAP. Скаут от Дрэкина в медле. Но Нитро и Элищ справляются. Здесь было сложно в принципе вместе как-то выйти Форесту и Дрэкину на эти минусы. Да и они замечают противника на парапете. НАФ там справляется. Смерть сверху здесь. По оппонентам. Гитрайт РС. Неплохо. Хотя бы вот эти два минуса. В принципе, еще один. И программа. Минимум выполнена на этот раунд. Выбить девайсы из рук своих соперников. Кстати, Гитрайт как раз таки будет искать НАФ. Но у него классная позиция. Это 5-12. И все же команда Ликвиз защитен на одной из своих сильных карт. И об этом должны помнить шведы. НАФ пропускает. И есть информация куда все-таки пойдет Кристофер. Перетяжка тут же от стила. Ну, тут... Куда опять же таки Гитрайт идет без бомбы. То есть строго на убийство какого-то девайса на этом планте. Но, наверное, это будет очень легкий фарм для бразильца. Да, он уже его видит. И фраг. Так, ну эко сейчас у нас предстоит на IP. Команда Ликвиз в принципе в дефенсе может поймать свою волну. И знаешь, вот тот самый момент, когда в обороне... Вот на карте Мираж. В обороне дела обстоят лучше, чем в атаке. То есть тут не так много сложных решений, как в атаке действительно. Карта все-таки, как бы там ни было, но для защиты она намного комфортнее. Было бы неплохо поставить бомбу сейчас в этом раунде. Но посмотрите, только Глок-18 на руках у большинства игроков команды NAP. Только вот Дигл смог себе позволить Гетрич. Работает на пикселе в миде. Никто эту точку даже не думает у защиты пушить. А зачем пушить, если против вас такие пистолеты играют? Вы только ждете и уже потом будете фармить Форест в яме. Возможно, NAP сейчас просто общаются о том, как они будут играть в первый девайсный раунд. Так что стоит просмотреть этот момент как тактическую паузу. Вот он гитрайт. Кстати, выпад тут нафа. Все-таки они смогли дождаться агрессии. Тут же она была наказана. Нитро тоже очень активно действует здесь. Так что ждет еще выпада через андер. Тут уже успел выйти боец команды NAP. Это был Рез. Тут еще не хватало эко отдать команде Liquid, чтобы подпортить себе жизнь на этом мираже. Ну и что, NAP? NAP перегруппировывается, так понимаю, под бомбера, который стоит внутри ковров. Сейчас он будет отыгрывать, вероятно, пассивно. И здесь вот экшен от NAP. Это посадка в окно, но Дрекен падает все-таки от Нитро. Но Рез с глака настрелял в Тилу. Элитч, тут же рефрак. Но, тем не менее, ситуация 3 в 3. Ну, уже 3 в 2 гитрайт не смог выйти против Твиста. Тот на сигарете убирает оппонента в сторону. Нитро перетянулся уже на точку В. Думает, что это какой-то может быть фейк. Выход бомбы. Нет, это все-таки точка. Твист зарабатывает себе 3 минуса в этом моменте. На ваших экранах, дорогие дамы и господа, 19 раунд. Вторая карта, четверть финал. АМ Катовице. И ключевой момент, на самом деле. Как для одних, так и для вторых. А Ликвид уже чувствует, что у них защита получается. Ребята, первый пистолетный взяли. Сейчас прицел на первый девайсный. А вот теперь решение от NIP. То есть, что по гранатам? Вообще не то, что под гранатом, что по раскидкам. Что по идеям? Что вообще сейчас будут предлагать NIP? Это очень-очень интересный момент. Пока мы можем обратить внимание на то, что это 5 калашей. Быстрое занятие Медла. И вот он поджим ковров. Неплохое решение, Тим Ликвид. Да, у Дреки добровало шансов здесь. Флешка против Реза, тот не смог выйти с коннектора. Гитрайт на конструкции. Возможно, будет прыжок в окно. Ну и он тоже читается игроками защиты. Посмотри, полностью была отдана только что эта точка. Нав тут прикрывает. Жестко, очень жестко сейчас расположенный Ликвид. Тут же, то есть ты понял? Произошла комбина на коврах. Они вдвоем поджали. Сделали минус по Дрейкену. И тут же разошлись. Рассели, все, сидят дальше. Да, стил. Кстати, в одиночку пока что защищается на точке Б. Но по таймингу я уверен в том, что Нав будет передвигаться где-то через маркет уже к нему вскоре. Если не будет экшена в окне, конечно же. Который он пока что просматривает. Рез вместе с Гитрайтом. И при этом Форес Деннис через ковры на точку Б. Это сприт. В принципе, Ликвид в такой позиции не угадывает своих соперников. Но с другой стороны, у них будет очень быстро перетяжка. Стил сейчас будет, наверное, стрелять по головам оппонентов. Деннис, нужно выйти сейчас, прочекать данную позицию. Но там Форес все-таки под него подлетает. Еще и ХАЕшка будет по Деннису. Рез смог выйти на размин. Нав на маркете. Нужно как-то пройти Гитрич вместе с Резом. Но бомба-то уже на пленте. Так что можно даже вот просто оставить любые позиции. Встать на своих местах и уже принимать выход через маркет. О, Нав как же прочитал Реза. Ситуация уже 2 в 4. Нав еще и на отходе забирает Денниса. Выходящего под плент. Как Гитрай последний. Это нокаут. Да, это был именно нокаут. Слепой Нав просто... Ну, повезло, повезло. Но команда Ликвид все-таки... Посмотри, какой ретейк, да? Чисто сыграно. То есть, в принципе-то, NIP, ну, зашли разменом на точку, да? Но точку заняли. Хоть они были в меньшинстве, но точку-то заняли. И тут очень неплохой такой момент. Да и позиции я тоже отмечал. В принципе, у вас бомба вышла на дефолт. Может быть, даже была поставлена на ЗИК. Я, если честно, не обратил на это внимание. Ну, наверное, на ЗИК, потому что там два тиммейта. И вот так вот выход от Нафа безнаказанно. Он забирает противника справа от окна. Потом флешка от Деннис, он пытается выйти на размин. И тут уже, ребята, как получилось, так и получилось. Вы все дело это видели. Двадцатый раунд. Это только ЦЗ и П250 на руках у команды NIP. Будет раскидка базы А. Да, и при том уже, по-моему, смог... Нет, это полетел как раз-таки смог от защиты. Ну и придется, наверное, NIP повременить с этим выходом. Дрейкин сейчас двигается через underpass. Нитро его уже заметил. Откидывает ему картошку. Ну, практически. Практически. Минус 2 хп. Минус 1 от армора. Ну и сейчас немножко времени пройдет. И NIP должны уже раскидывать, собственно, и заходить на базу А. И здесь Элиш, это Козырь, это Джокер команды Liquid. На себя будет стягивать внимание Твиста. Ну, может попрыгать где-то на тикет-боксе, постреляться. Но Элиш может абсолютно всю эту атаку остановить своими руками. Ну, то до конца этого раунда Дрейкин все еще на миде. Ожидал выхода от соперника. Он будет, ну, по возможности прорываться через коннектор. Ну, кому-то стоит все-таки этим заниматься. Пошла раскидка. Твист сообщает о том, что ребята, наверное, это все-таки выход на точку. Они хотят поставить бомбу. Давайте не дадим это им сделать. Кстати, Элиш, пока что его не проверяли. Флэшка от Гитрайта будет спуску от него. Легчайший минус в ухо от Элиша. Дальше выход против Реза. И только вот Денниса на него здесь хватило. Но дальше Твист случился с ним. Это 12-8. Пять раундов подряд берет команда, которая играет в защите. Ну, что-то пока безапелляционно. Ну, то есть вообще как-то... Ну, нет вариантов у НИП пока. И ни одного раунда они не взяли. Паузу колят НИП. Ну, не знаю. Что придумает Пита? Пита, да. Сейчас вступает в роль. Не в роль, а в игру, конечно же. Ну, и вот решение. Ну, авик есть. Окей, сетап есть. Боевой. Все нормально по гренатам. Что мы делаем? Пита. Что мы делаем? Фарук. Фарук Пита. Что мы будем предлагать своим соперникам? Потому что они в огне камбэка. Он говорит, есть борщ. Можем сварить им борща. Без фасоли. Чтоб они поели его. Может, тогда это сработает. Ну, борщ вкуснее на второй день. Так что мы будем кормить их сразу же свежим. Совсем уж не вкусным. Ну да, кстати, он должен немножко настояться. Борщ должен всегда... Да, друзья, это золотое правило. Чтобы они не смогли получить удовольствие. Они сейчас получают удовольствие, но... Нужно как-то его прервать. Команде NIP Draken. Простел неприятный, но он все-таки смог пройти за белый. Здесь уже будет просматривать противника в окне. Но уже, видишь, все время вот таким образом действует у нас или NAV, или другой игрок команды Liquid. Пострелять, а потом отойти в коннектор или же в ЗИК. В данном случае NAV находится в лад-дер-руме. Пока нашуфер от NIP выглядит так, что это занятие медла. Фокус коннектора, фокус шарта, я так понимаю. Возможно, будет поздний буст. Ну, играют NIP через контроль медла. Это факт. Это факт. Алексей Элиш под себя получает смог от Реза. NAV пока что без информации. В целом пока что вакуум для команды Liquid. И как же будут действовать ниндзя в пижамах? Элиш откидывает тайминговый молотов. Соответственно, смог сейчас пропадет. Резинью тут чекает уже NAV. Будет также еще один молотов, но в окно. NAV, кстати, под него будет дальше играть. Какие тайминги вообще не могут они встретиться здесь? Элиш! Есть минус против Реза, но Форест уже на размине. Ситуация 4 в 4. При этом идет выход на точку. А там два бойца команды Liquid. Steel на ниндзя. Также будет поддержка от еще одного бойца. NAV закрывает противника в коннекторе. Это получается был Форест. Уже не было Фореста здесь после выпада. Nitro вместе твистом. Два минуса стоит только один. Рейкен ненадолго. Steel его забирает. Да сидел все-таки для того, чтобы выйти. Для того, чтобы его противник не прочекал. Четыре. Четыре. Сложно. Очень сложно. Даже вот видишь, получается, размен. Все неплохо. Но потом, как вот выйти против железобетонного дефенса команды Liquid. И там постоянно еще... Какие-то сетапы. Расположение. Постоянные комбинации в дефенсе. Вот только что 4 в 4 ситуация. И у NAP просто нет гранат. То есть они уже... Они долго... Они там занимали миду. Откидывали гранаты. Но все. Они играют 4 в 4. У них нет ни одной гранаты. Как же уверенно сейчас двигались по миду Liquid. Потеряли твиста, но Элиш не отпустил Фореста. Кстати, выход от Денниса. Могут не прочитать. Увидел ли нитро противника? Это вопрос. Ну, вроде как, да. Элиш по информации сработал против оппонента на А. Так что большинство вновь для защиты. Элиш! Какие от него действия вообще? Да, дрейкин его не отпускают. Но дело в том, что дракон остается последним. И сейчас драконоборцы. Это стил. Нафи. Нитро будут уже убивать его. Дракон перетяжка. Ну, благо есть бомба на руках. Так что шансы остаются на взятие этого раунда. Еще одна пауза. Нужна. Нужна еще одна пауза. Потому что... Тут дело, ты знаешь, наверное, дело... Тот момент, когда игра не про тактики. Они играют не в свою игру. Не в свой Counter-Strike. Они вот что-то... Пытаются что-то комбинить. Видно, там, какие-то идеи проскакивают. Но в свою игру они не играют. Может быть, попробовать вообще забить сейчас на тактике. И поиграть какой-нибудь Free For All. Просто. То есть я... Пацаны, я пойду пикну Bad Dome. А я там в яме, там, откидывают смог. Тогда кидают, тогда не кидают. Там АВик. Я сейчас дам ему флешку. Выйду, убью. В общем-то, атака идти туда, где удобнее отыграть. На какой точке можно сделать минус. Я с тобой согласен, Алексей. Но сейчас будет в любом случае сложно. Только пистолеты на руках у Ниндзя в пижамах. Опять смог. Вот опять сейчас они будут стоять. Я не понимаю, что либо сейчас уже надоело стоять и терпеть. Давайте раскидывать и выходить. Либо опять ждем смог. Проходит буквально еще 10 секунд, и смог обновляется. Уже команда Liquid это делала не один раз. Поджимается Мейдл. Знает о том, что выход на точку А сейчас игроки защиты. В твист, как всегда, получает под себя смог. Там, кстати, неплохой выход через джангл. Наф за дымом. Неплохо. Смотри, рабочая ситуация. Рабочая ситуация. Ну а здесь можно уже поставить бомбу. Чем, собственно, занимается товарищ Форест. Ой, какой выпад. Рижу заметили. Тут твист. Собирает Даниса через смок. Рест попытается пройти. Как же он спроит в этот смок твист? Торез еще подставляется под этот дым. Ситуация 4 в 3. Для Liquid бомба стоит. И перестрелочка у нас сейчас против сэндвича. У Дрейкина там пистолет. Он пытается жить наф, делать минус по Форесту. 2 в 4 ситуация. Для NIP очень тяжело выйти из этого положения. Дрейкин, тем не менее, ставит хэшшот по нитру. Еще один минус. Остается все-таки GetRide. 39 хп в днем против Нафа. И Стилан Нафа очень бит. И бомба уже дефузится. Бомба стоит не на GetRide. А он закрыл себя в этой позиции. И уже этот минус ничего не значит для команды NIP. Потому что Liquid успели раздефузить бомбу. 11-12. Ну, они там на плент зашли, знаешь, в панике. Они даже, они вышли на такое ощущение, что они не поверили своему счастью. Плент пуст был. Полностью. Там никого не было. Смог на тикетбокс, смог на джангл, смог на голову. Видишь, хватило, может быть, флешки. Через смог, чтобы ворваться против тикетбокс на Сити. Это да. Ну, это эко, понимаешь? Легкие прострелы от игрока защиты. И потом уже большинство на меньшинство задавили. Они и так на эко создали очень острую ситуацию. И вообще надо какие-то выводы сделать уже прямо сейчас. Да. Еще не раунда в атаке. Победеносное шествие команды Liquid. Возвращаются они в эту игру. И лишь очень сильно проседают в коннекторе. 24 хп стоит все-таки отойти. Нитро! Выстрел. И Форес здесь уже погиб. 5 на 4. И Рес, видишь, он боится выйти против коннектора. Еще и Молотов, который его закрывает. Рес уже отказывается от этой точки. Ну, во всяком случае, на секунд 20. Может быть, вернется еще Дрейкен. Тоже будет перетягиваться с точки Б. Насколько сейчас полезна снайперская винтовка команды NIP? Причем мы ее видим не впервые. Ни насколько не полезна вообще. Хотел предложить идею НИПАМ, но потом забыл, они же меня не слышат. Ну, ты же все-таки не Форук. Ты ухо. Да, я не Форук. Вот через коннектор. Сейчас играют NIP. Попытка будет, судя по всему, выхода на А. Очень прямолинейная. Твист получает Молотов. Тут Ильич играет в кармане на Ниндзе. Ну и, в общем-то, смотрим, как разберутся с этим NIP. Ой, выпад по флешку. Бомба устанавливается за сигареты. Ильич. Выход против сэндвича. Рес реагирует. Твист тут же против Гитрайта. Дает размет. Твист. Не отпускает Реса. Все-таки двойное преимущество позже Василия. У команды Липпит уже укреплено. Твистом. Как же классно он стреляет. Сейчас Дрейкен только одного снимает. И тут же NAV. Дело в том, что нет широкого действия. Вот даже задействования снайперской винтовки. Плохо. Плохо играют NIP. Очень сложно вот так вот выходить. Ставить бомбу. А потом вы закрываетесь. Вас разбрасывают по всем фронтам. Просто пушат соперники. Даже одного Твиста только что хотела. Правда. Твист на Апленте вообще там. Один из лучших опорников. Да. Один из лучших опорников в мире. У меня ассоциация. Вот если Твист, то это большие пески на Инферно. И это точка А на карте Демираж. Да. Так и есть. И Твист показывает великолепный Контерстрайк. Ну что NIP с Макеа? Ну почему нет? Или это контакт вообще такой раунд? Слушай, ну это по-моему контактный раунд. Три ковры. Лишь стоит в упоре. Он все это движение слышит. Говорит здравствуйте. Есть размен Твист внутри Плэнта. Отличная позиция. Выбивается. Бомба. Вот размен от Резы. Ситуация 3 в 3. Нужно срочно откинуть с Макеи. Отрезать коннектор. Неплохо тут задергали снайпера. Но какой выпад против Дрейкена. Открылся. Там была бомба. На самом-то деле потеряна только что. Наф будет лезть. Не стоит наверное. Ждет также флешку. Как же опытен этот парень. Гетрайт прорывается. Одного забирает Гетрайт. Как же круто сейчас работал против Тила. И тем временем Наф упал от Резы. Ситуация 1 в 3. 1 в 2. Простите для Нитро. Все таки одного уже потеряли. Непи при этом выходе. Гетрайт получает ХАшку. На особо много урона не оставляет. Он интакт был бит. И 37% здоровья. Нитро. Куда Рез ушел? Ну перетягивается через ковры. Ну что они мудрят? Вот сейчас лишние вот эти мувы абсолютно. Просто надо бы стакнуться и поставить бомбу вместе. Сейчас будут мудрить. И Нитро их может по одному просто отстрелить. Ну Нитро было бы неплохо какой-то девайс найти. Все таки со снайперской винтовкой это будет тяжко отрабатывать. В данной позиции то есть. Если вместе сыграет на Найпи. Пока что не вместе. Там была раскидка. Но при этом Гетрайт открывался. Мотов. Гетрай все таки пока что живет за сигаретой. Спрей. Нитро его забирает. Ситуация 1 на 1. Как же остро все это дело смотрится. Рез за дефолтом. Переход на сигарет. И Нитро это не читает. И получает тут же хэдшот. 13-12. Боже. Как же тяжело команда Найпи берет этот раунд. Даже 2 в 1. Сколько нервов. Вообще капец. Как нам против него сыграть. Господи. Господи боже мой. Всемогущий. Помоги. Спаси. И захорони. Очень тяжело это все смотрится от Найпи. И я не знаю. Если они сейчас не проснутся. Это проигранный мираж. Серьезно. Ну ребята. Так тяжело. Все вы вот это вот преимущество зарабатываете. И так тяжело его разыгрываете. Нет. Один раунд пока в атаке от команды Найпи. И вот как много в таком ключе не возьмут. Пушбет. Это кстати неплохая идея. Может быть это сработает. Работенка для Стила и Нафа. Тут же откидывается Молотов. Смог. Пока что все тушится. Молотов также на выход через окно. Деннис. Заверостила Наф. Спрей против одного второго. Залетает. Но Гитрайт. Его убивает. Нитро здесь уже не прочитали. Как же он двигается дальше. Обратно в окно на маркет. И Гитрайт вместе с Деннисом. 42.56 хп. Фулловые соперники при этом и лишь еще в спине. Это проблема. Нитро. На маркете пока что бомба устанавливается. Деннис тут пропускает Элижа. По нему уже есть информация от Гитрайта. И в принципе знают сейчас ребята из команды Левит. Куда нужно идти. Как нужно убивать своих соперников. Очень важен сейчас Деннис. Вот то что он делает это очень важно. Деннис делает минус по Нитро. Инфа также через Зик и Бэдом была. Элиж забирает Гитрайт. И не стоило погибать. И Деннис падает в этой перестрелке против Элижа. Элиж, который выбивал Бэдом, сделал всю работу. Какой же потный матч у нас вырисовывается на этой карте Мираж. Спасибо конечно командам за зрелище. Но пока что зрелище исходит наверное от команды Ликвид. Потому что НИП ошибается довольно таки много. Вот у них брака есть сейчас в этих выходах, в этой агрессии. Но с другой стороны ты отметил то, что от Денниса действительно капитанского решения. Вот этот выход, убийство Маркета. В принципе после него был шанс. Но Гитрайт должен был жить на лавочке. То есть на позиции Фореста. Он должен был все-таки не отлетать от соперника, который проходил спину. Было видно, что Гитрайт боится умереть. Это было видно. Он вообще, он только увидел Элижа, он чуть подстрелял и все. Он потом играл просто на сохранение. Он пытался играть до последнего. То есть тут знаешь такое, это очень погранично. То есть ты, ну сложно понять, насколько это знаешь. Вот уместно сейчас играть агрессивно, либо наоборот играть сейфово. То есть учитывая то, как сыграл Деннис, то Гитрайт сыграл тоже правильно. Потому что он не открывался, он морозился. Ты знаешь, Алексей, я все-таки полагаю, что бомба была поставлена все-таки на Гитрайта. Потому что, опять же, Деннис там очень долго выбирал позицию. Поставил бомбу на лавочку. И в принципе Гитричу просто нужно было жить там. А так вышел на перестрелку. Ну пытался даже отойти от Элижа. Тут его поймал в полпозиции и убил. Но потом уже розыгрыш 2 в 1. И он оказался плачевным для команды NIP. Дрейкен, выход с АВП. Возможно, получится убить на фонет. Тот уже ушел. Очень часто мы отмечали уже это. То, что он по спрейн, а потом уже будет действовать или через ладдеру. Также зик его пространство, ну или любая другая позиция. Он, в принципе, такой пластичный игрок. Постоянно на перетяжках. А почему бы и нет? Ведь он самый опытный. А что по Дрейкену? Опять же, авик в мидле стоит. Фрагов нету. То есть он вообще... Его просто команда Ликвид вообще не кормит. Он ничего не может сделать. То есть он пространство себе создать не может. Команда ему создать пространство тоже не может. То есть очень тяжело вообще дается игра команде NIP. Силл в этой позиции уже был. И уже простыл здесь. Его след в этом раунде. Рез забирает противника. 5 на 4. При этом Рез сильно просил. Это не важно. Нав будет выход. Там смог. Дэнни все-таки убивает. Но не та позиция. Элиш вместе с ним. Тут выход против Фореста. 4 уже в 3 ситуации. Элиш замечает еще одна соперника на лавочке. Но есть 2 минуса от Гитрайта вместе с Дрэконом. Ситуация 2 в 3. Дрэкен будет со снайперской винтовкой. Это тоже важно. Потому что он убьет нитро. Твист последний. Ну вот оно. Вот оно. На руку намотано. Вот Дрэкена. Ну важнейших 2 минуса он сделал. И там Гитрайт с бомбой побежал на бенч вообще. Он по-моему даже пропустил тот момент, что у него бомба в руках. Мне нравится решение от NIP пойти опять на б. С таким закупом. Вот то, о чем я говорил. Вот если не знаешь, что делать, иди на б. Иди на б. Даже б. Не, ну не то чтобы раз б. Можно сыграть контакт. Можно сыграть действительно какую-то хорошую раскидку. На сегодняшний день есть очень крутые раскидки на б базу, которые вот смоки отрезают шорт. Можно класть смок под выход из маркета. Там опций миллион. Я думаю, что сейчас в TeamSpeak команды Liquid очень тяжелая дискуссия. То есть есть размышления, наверное, от капитана, от тренера, как вот стоит закупиться, наверное. Потому что вы или отпускаете противников на 15-й раунд, или сейчас покупаете, но проигрываете, допустим, раунд, и потом будете в последнем закупаться вот тоже по 1-й, там будут только пистолеты. Все-таки решили ребята закупаться. Хотя с другой стороны можно было еще, да, вот купить пистолеты, отдать 15-й, тощить 2 раунда. Так очень часто действуют опытные коллективы. Liquid тоже опытные, но решили все-таки не упускать возможности поломать оппонента сейчас в конце. Тем более серию, да, мы же видели серию от Liquid. То есть это говорит о том, что вы можете на такой дистанции сделать серию в 2 раунда. Разве нет? Да, тут уж ковров, кстати, пока никого не находят. Игроки защиты. Трес, какой выход через миду, рехейший нитро. Ну все, по-моему, Нипы, по-моему, разогрелись, да? Простил, да, уже проседает форест, его снимает прострел. Очень быстрый раунд, это сплит B. Да, не получилось у Liquid действовать по принципу ни фрага врагу, ни сантиметр вглубь планета. Да. И проигрывают они все-таки 15-й. В следующем тоже Force. И почему я полностью разделяю твое мнение и не поддерживаю решение Liquid? Потому что вы, закупившись в этом раунде, в следующем получаете, ну, приблизительно идентичный по закупу. Это ва-банк просто. Это ва-банк, да. И при том, вроде как ты еще не проиграл игру, но решение такое, которое ставит в очень сложное положение твою экономику. Ну, это очевидно. И это, ну, как бы не первый раз. Хотя кто-то недавно мне утверждал, ну, не то, что утверждал, мне приводили такую теорию, что, мол, из этих двух Force ты чаще берешь один какой-то Force, раз, нежели ты делаешь эко и полноценный закупочный раунд. Вообще, ты знаешь, если бы мы с тобой комментировали где-то лет 10 назад, то это было бы эко. То есть даже если взять эру CSGO, ну, вначале были такие решения, то есть, ну, все-таки, ребят, у нас нет денег. Мы сейчас, даже если берем раунд, вот подумай, атака имеет деньги еще у себя в активе, то есть она взяла очень важный раунд против нас, она поломала нам экономику. И даже если мы сейчас возьмем, выйдем на 14-14, то в любом случае у нас там кто-то потерян будет, то есть у нас будут проблемы по деньгам. И проблемы сейчас у Гитрайт, а с головой тут он уже распрощался, а лишь его забирает на коврах, это еще один пуш, вор, а свой нав слишком загулял. Хотел, наверное, взять девайс, но Патрик не отдал его. Ты заметил, что довольно активно команда Liquid использует поджим вдвоем ковры. Вообще, я тебе скажу, что очень мало коллективов так делают. И еще и тем более с такой частотой, как это делает трижды они поджимали за сторону. Эту позицию Дэнис убирает. Твиста тут был на Ниндзе. Элиш решает все-таки фужить Фореста. И тот был готов к этому выпаду от соперника Нитро. Замечает все-таки еще два оппонента на сэндвиче. Ой, это был хороший хатшот, но все-таки минус от Реза. Стилл последний. Но и здесь ничего не поделать. 16-13. Отвечает NAP своим соперникам. Точно такой же счет был на карте Оверпасс. 1-1. Молодцы НИПы. Да. Большое уважение им за то, что они, находясь в очень сложном положении, в котором они были на мираже за атаку, они нашли все-таки решение. Это сработало. И они, знаешь, проявили характер. Большие молодцы. Ликвид не менее молодцы. Потому что во второй половине дали очень-очень добротный камбэк. Показали сетапы. Показали комбины. То есть, респект. Игра. Игра просто...